Уже этим летом поликлиника Белгородского онкологического диспансера приедет в новое, более просторное здание, где будут созданы максимально комфортные условия для оказания медицинской помощи. Сегодня строящийся объект посетил глава региона Евгений Савченко. В рабочей поездке по областному центру губернатора сопровождала съемочная группа «Мира Белогория». Слово Елене Труфановой. Проспект Богдана Хмельницкого, 137, бывшее здание школы-интерната для глухих детей. Сейчас здесь полным ходом идет реконструкция. А уже через 4 месяца в новоиспеченной поликлинике начнут прием врачи-онкологи. От прежнего сооружения остались только внешние стены и несущие перегородки. Внутри здания пришлось полностью перекроить. Появилась пристройка. Строителями уже освоено 42 миллиона рублей. Выполнено 70% общего объема работ. Произведены все демонтажные работы, возведены все перегородки, проложены все коммуникации, отопление, водоснабжение, канализация системы вентиляции, кондиционирования воздуха. И помещение готово отшпаклевано, готово под чистовую отделку. Медицинское оборудование и мебель уже закуплены. Площадь здания более 6 тысяч квадратных метров. Втрое больше, чем в действующей поликлинике. Расширение было просто необходимо. Нынешнее помещение едва справляется с наплывом пациентов. Старая поликлиника создавалась в 60-х годах 20 века. Она была рассчитана на 180 посещений в смену. У нас организован полуторасменный режим работы. Позже уже люди не приходят. Ну, считайте, 270 человек мы должны принять. Мы принимаем по 540-580 человек в день на тех площадях. Естественно, выраженная скучность. Проектная мощность нового здания рассчитана на 800 посещений в день. Глава региона призвал детально проработать вопрос парковочного пространства возле медучреждения. Ведь это тоже комфорт пациентов. Дайте расчет, чтобы полностью удовлетворить местами подпарковки. Делаем принцип как вторая и первая городская больница. То есть люди, приехавшие в ПЭД-центр, в онкологию, в поликлинику, 2 часа бесплатно. В ночь у нас с 20 до 8 бесплатно. Поэтому резиденты, которые здесь живут, они могут оставлять абсолютно бесплатно. А в день, чтобы они не стояли тут сутками и неделями, тогда она будет работать как платная парковка. Познакомился глава региона и с работой Центра ядерной медицины в Белгороде. Он создан в октябре 2016-го в рекордно короткие сроки. Здесь проводят диагностику 95% видов рака инновационным высокоточным методом, который объединил возможности радиологии и компьютерных технологий. Что дает возможность получить наиболее полную информацию о заболевании человека. Обнарушить мельчайшие опухолевые очаги на самых ранних стадиях. Проводить диагностику рецидивов и метастазов. В Центре оказывают платные услуги, а также в рамках выделяемых государством квот. В 2017-м их запланировано 2500. А это уже опытный экспериментальный завод «Владмива». На протяжении более 20 лет здесь разрабатывается и внедряется в серийное производство широкая номенклатура медицинских изделий для стоматологии. Сегодня здесь реализуется целый ряд инновационных проектов, в том числе в фармакологии. Мы разработали оригинальную молекулу по лечению диабета второго типа. То есть это субстанцию? Да, субстанцию. Мы прошли уже до клинику, успешно показали ее эффективность. Сейчас будем выходить на клинический спектакль. Так, следующее. По болезни Паркинсона идет второй проект у нас. Значит, по болезни Альгеймера третий проект. И по сердечному четвертый. Сегодня же губернатор Евгений Савченко провел рабочее совещание с руководителями предприятий медицинской и химической промышленности. В центре внимания перспективы развития. Глава региона призвал активнее использовать потенциал импортозамещения. Сегодня для этого есть все возможности. Каждый из вас должен четко иметь образ своего предприятия с объемом производства, ну где-то там 500-1000% существующему уровню. Наращивать и формируйте вообще такую школу фармацевтическую, школу крупного фармпроизводства на территории Белгородской области. Елена Труфанова, Дмитрий Боев, Новости мира Белогорья.